Здравствуйте, я рад снова беседовать о наиболее важных и сложных проблемах современной марксистской теории. И сегодня эта запись будет посвящена теме, я не случайно улыбаюсь, которая остается вечной и дискуссионной на протяжении, наверное, уже столетия. Когда-то, почти лет 40-30 назад, встретившись с Эрнестом Мандалом, одним из крупнейших марксистов-экономистов Западной Европы, да может быть и мира, мы тогда перевели на русский язык и опубликовали его книгу «Власть и деньги». Так вот, во время этой встречи с бельгийским профессором Эрнестом Мандалом, я его спросил, Эрнест, почему опять рынок, почему опять социализм, сколько можно об одном и том же. В Советском Союзе спорили об этом, накануне Советского Союза спорили об этом, в Югославии спорили об этом, в Польше, на Западе, весь 20-й век. Ну сколько ж можно, зачем все это тянуть в будущее? И он ответил, Саша, поверь, пройдет не одно десятилетие, вы будете продолжать спорить о том же самом. Я тогда ему не поверил, но оказался неправ. Профессор Мандал действительно правильно поставил в очередной раз проблему рынка и социализма. Это тема, которую ставил ребром в качестве ключевой учитель, который вырастил массу интереснейших ученых, в том числе Андрея Ивановича Колганова, меня, который вначале учил Александра Александровича Узана, но сейчас уже человек с совершенно другими взглядами, хотя я тоже профессора, многих других. Но вот от профессора Хессина мы получили мощный импульс, основные идеи которого, в данном случае, наверное, не импульс, а профессора Хессина, я хочу вам представить. Представить и пригласить к дискуссии. Итак, тема трех небольших летних лекций, размышлений, это рыночный социализм, как важнейший аспект, ну или один из важных аспектов вопроса о соотношении рынка и социализма. Впрочем, обе постановки, социализм и рынок, и рыночный социализм будут переплетаться в этих трех фрагментах. Первая часть будет посвящена напоминанию о том, что такое рынок и что такое рынок в 21 веке, с важными выводами касательно главной темы рынка и социализма. Во всяком случае, на мой взгляд, принципиально важными выводами. Вторая часть будет посвящена короткому разбору основных взглядов на то, что такое рыночный социализм, и характеристики его видов, а также коротких ремарок, почему, на мой взгляд, эта система не может быть долгое время жизнеспособной. По сути дела, вообще, рыночный социализм, как теоретическая модель, на практике воплощен быть не может. Ну и, наконец, третья часть, своего рода постскриптум, это анализ новой экономической политики 200-летия, который продолжаем мы сейчас отмечать, обсуждать. Ой, извините, 100-летие, конечно же, который просто после 200-летия Маркса у меня постоянно повторяется все время 200-летие. Столетие, которое мы продолжаем обсуждать. И этот период, период НЭПа в Советском Союзе, это, пожалуй, очень важный аргумент в пользу рыночного социализма у одних и аргумент против рыночного социализма у других. К другим принадлежу и я. Итак, это план. Давайте начнем с рынка и его характеристики. Если вас интересует подробнее, что такое рынок, читайте «Капитал Маркса», во всяком случае, первые три главы, как минимум. Читайте соответствующие учебники. Я бы порекомендовал курс «Политической экономии» под редакцией Цаголова. Первый том, первые главы, посвященные рынку и капиталу. Я не постесняюсь порекомендовать учебник «Классическая политическая экономия» Борошкова и Колганова и Бузгалина, где, на мой взгляд, достаточно адекватно отражена современная позиция марксистов относительно того, что такое рынок, а если точнее, товарное производство в широком смысле слова. Производство, включающее обмен, распределение, потребление. Вот об этом можно читать в этих источниках. Безусловно, развитие капитализма в России Ленина. Очень хорошая книга Хессина, Николая Владимировича Хессина. Ленина на сущности и основных признаках товарного производства. Всячески ее рекомендую. Собственно, на ней будет базироваться то, что я сейчас вам хочу рассказать. Итак, рынок часто определяется как некое пространство обмена. Пространство, где соизмеряются результаты и затраты, где есть цены. В ряде случаев добавляется, где есть конкуренция, и на этом ставится многоточие или просто точка. Это признаки правильные, но недостаточные. Обмен, обмен деятельностью, ее продуктами существует не только в виде рынка. Существует специфическая форма обмена в виде войн, насилия, грабежей и так далее. Что такое феодальное общество? Сегодня один сеньор ограбил своего соседа, завтра сосед ограбил своего прежнего обидчика, послезавтра Франция пошла войной на Англию, Англия на Францию, потом влезает Испания, потом еще кто-нибудь. И все это продолжается на протяжении столетий. Своего рода обмен деятельностью. Неверные борются за то, чтобы добиться подчинения христиан, христиан не борются за то, чтобы, соответственно, наказать тех, кто не хочет разделять ценности христианской религии. Но на самом деле идет взаимный грабеж. Крестовые походы – это грабеж того, что есть на Востоке, арабское нашествие на ту же Испанию – это грабеж того, что есть на Западе. Вот это обмен деятельностью. Натуральное хозяйство, обмен деятельностью внутри общины или семьи, или феодального поместья, или ровладейческой латифундией. Иногда в еще более широких масштабах каких-то подсистем азиатской деспотии. Поэтому обмен есть и без рынка. Раз. Конкуренция тоже может быть разной. Научный семинар – это конкуренция тех, кто хочет доказать свою правоту. И каждый дарит знания. Один сказал А, другой сказал Б, третий сказал не А, а не Б, а В. Все, кто участвует в семинаре, получают знания А, Б, В, а потом еще какой-нибудь Х, И, которые рождаются в этой дискуссии. Если, конечно, дискуссия состоялась, и никто никому не побил морду. Ну, последняя шутка. Поэтому существуют очень разные формы и конкуренции, и обмена деятельностью, и производства, обмена распределения потребления. Принципиально важно то, что даже если подходить к рынку на уровне обыденного сознания, ну, действительно конкурируют, продают, есть цены, то такой рынок стал господствующим в мировом масштабе, я об этом говорил не раз, только в 20 веке. До этого большая часть Азии, включая Китай и Индию, особенно индийских крестьян и китайских крестьян, ну, скажем так, большая часть населения стран Азии, большая часть населения стран Африки, в значительной степени Российская империя, ну и так далее и тому подобное, жили в условиях, когда производство и потребление, а также обмен, осуществлялись в рамках натурального хозяйства. Люди производили вещи, люди потребляли вещи, и это происходило без рыночных отношений. Поэтому рынок относительно молод. Как его можно определить? Давайте еще раз уточним и последуем в данном случае за Марксом. Его капитал. Основа рынка, противоречие внутри товара. Товар есть конкретно всеобщая характеристика рынка. Конкретно всеобщее это реальное единство. Ну, как характеристика, я не знаю, млекопитающих, вот понятие млекопитающие, которое объединяет дельфина, ежа, слона, мышку, кошку и так далее. Абсолютно разные явления. Так и здесь. Товар, как конкретно всеобщая категория, Марксом определяется через противоречие производительной, потребительной стоимости и стоимости, конкретного и абстрактного труда, труда частного и общественного. Пожалуй, надо было бы сказать даже по-другому. Стоимости и потребительной стоимости, абстрактного и конкретного труда, общественного и частного труда. И в основе всего этого лежит, с одной стороны, общественное разделение труда, с другой – обособленность производителей. Там, где есть и то, и другое, общественное разделение труда в национальном, мировом масштабе, и где каждый сам за себя, один бог за всех, каждый сам определяет, что производить, как производить, для кого производить, там есть товарное производство, есть товар, есть рынок, как его форма и пространство. Давайте посмотрим на некоторые примеры, я специально их повторяю, потому что это принципиально важно для того, чтобы дальше говорить о рыночном социализме. Смотрите, если у нас есть общественное разделение труда, но нет обособленности, у каждого нет возможности самостоятельно решать, что производить, для кого производить, из чего производить, как производить. Что мы получаем? Мы получаем плановую систему, как бы мы ее ни представляли. Если мы берем обратную ситуацию, у нас есть обособленность, каждый сам за себя, но нет общественного разделения труда. Что мы получаем? Натуральное хозяйство, где сам произвел, сам съел, как на даче, или как в общине, или как в феодальном поместье. Следовательно, для того, чтобы говорить о рынке, в том числе рынке при социализме или рыночном социализме, мы должны всякий раз смотреть, есть или нет одновременно обособленность производителей общественного разделения труда. И чем в большей мере будет развито и то, и другое, тем в большей мере будет развит рынок. Чем меньше у нас будет обособленности или общественного разделения труда, тем в большей степени мы будем либо отступать назад натуральное хозяйство, либо идти вперед к плановой системе. Но в этой мере, в мере, когда мы подрываем, ограничиваем, сужаем пространство обособленности, самостоятельности, как независимости производителей, у нас рынка нет. В той мере, в какой мы сворачиваем общественное разделение труда, мы сворачиваем рынок. Вот это принципиально важно. Второе, что принципиально важно. То, что сегодняшний рынок, это всегда и везде рынок капиталистический. Хотим мы или не хотим, мы строим рыночные отношения в условиях, когда труд становится наемным, даже если он на государственном предприятии, в условиях, когда есть банки, в условиях, когда есть накопление, то есть превращение миллиона в миллион двести долларов или рублей в течение года, причем накопление в денежной форме, где есть кредит, где есть страхование, где есть практически все атрибуты рынка. И есть атрибуты рынка не просто вообще, а рынка капиталистического. В какой мере, в условиях государственного планового хозяйства, при сохранении определенных элементов товарных отношений, сохраняются эти капиталистические отношения, как скажем в СССР, это интереснейший вопрос. И мы к нему вернемся. Но сейчас мне важно сказать другое. Это будет очень жесткое и не пользующаяся популярностью утверждение. Итак, второй важнейший тезис. Сегодняшний рынок – это рынок капиталистический. Если мы хотим использовать рынок, мы реально будем использовать капитализм. Мы можем использовать его элементы, мы можем использовать его формы. Так бывает, что форма одна, а содержание другое. Старая форма сохраняется в условиях нового содержания. Вот была такая идея, что при социализме есть только форма товарно-денежных отношений, и форма рынка, а содержание социалистическое. Может быть по-другому. Может быть так, что есть элементы содержания и формы. Но в любом случае это будут элементы содержания и формы, или только форма, но не просто рынка, а современного капиталистического рынка. Со всеми проблемами, противоречиями и всем остальным, что для него характерно. Еще один важный момент, который я сейчас только анонсирую в одном из следующих фрагментов, мы к нему вернемся, это то, что рынок, принципиально важный, третий тезис, рынок не является чем-то безразличным к социально-экономической жизни, политике, идеологии, к культуре и, главное, к тому, какие ценности и мотивы характерны для людей, включенных в этот рынок. Рынок, даже если мы пока не принимаем во внимание противоречия собственника капитала и наемного работника, если мы просто смотрим на всех как акторов рынка, агентов, которые продают и покупают, в любом случае этот рынок рождает определенные параметры. Какие? Давайте посмотрим, я сейчас ухожу от экономики, давайте пойдем в социальную сферу, в социальную структуру. Казалось бы, при чем здесь социальная структура? Классы рынок порождают? Ну, по мере дифференциации рождения капитализма – да, а как таковой – нет. Все товаровладельцы, товаропроизводители и, соответственно, потребители товаров. Но давайте посмотрим, какие черты характерны для этого товаровладельца. Это может быть владелец товара рабочей силы, продающий его на рынке. Это может быть владелец маленькой пекарни, которая упекает булки. Это может быть владелец, который участвует в каком-то другом процессе, но в любом случае приходит в магазин, в супермаркет, еще куда-нибудь, на рынок, как таковой, на базар, и покупает там товар. Этот человек стремится максимизировать денежный доход, получить как можно больше товаров, стоимостей. Этот человек стремится минимизировать затраты, купить подешевле, продать подороже. Это закономерный внутренний интерес любого рыночного агента. Далее. В этих условиях рождается товарный фетишизм. Пожалуйста, прочтите предельно внимательно четвертый параграф первой главы капитала, или соответствующие разделы, названных ранее учебников. Если есть рынок, есть фетишизм товара и денег. Товары и деньги превращаются в бога, который диктует человеку, что и как делать. Я про это говорил многократно. Хороший жених или хорошая невеста, того, у которой есть деньги, или товары, приданые, я не знаю, что-то еще. Хороший друг, тот, у кого есть деньги. Хороший друг, тот, кто выгоден в кооперации или в сотрудничестве, и кого не надо бояться в конкуренции. Все оценивается в деньгах, в вещах, и мы это хорошо знаем. Поэтому рынок – это не социально-нейтральный механизм. Более того, рынок всех его участников делает мещанами. Теми, кто каждый сам за себя, один бог за всех. Рынок – это общество, где все конкуренты. Если все конкуренты, то каждый сам за себя. Откуда это? От обособленности производителей в системе общественного разделения труда. Обособлен – значит сам за себя. Как вы понимаете, это далеко не коммунистический, не социалистический принцип. Культ вещей, культ денег. Каждый друг другу конкурент, каждый сам за себя, индивидуализм. Более того, фетиш частного. Фетиш частного. И как таковой рынок рождает мещанина. Кстати, наемный рабочий – это собственник товара рабочей силы. Он тоже стремится его продать подороже. И затратить поменьше. Работать как можно меньше, а получать как можно больше. Здоровый интерес товара владельца, владельца товара рабочей силы. И в той мере, в какой рабочий класс, класс наемных работников, действует исключительно, как рыночный агент, у него экономический, мещанский интерес. Это рождает экономизм в рабочем движении. Побольше зарплаты, все остальное не имеет значения. О других классовых интересах наемных работников, индустриальных в первую очередь, мы говорили и не раз. Поэтому сейчас пока ставим это за скобками нашего разговора. Это принципиально важно, но не для нашей темы. Итак, три пункта, которые я хотел подчеркнуть. Первое. То, что мы говорим о непросто каких-то формах обмена и конкуренции. Мы говорим об обособленности производителей и общественном разделении труда, когда говорим о рынке. Второе. Мы говорим о рынке, который реально уже преобразован капитализмом. Сегодня рынок это продукт капитализма, капиталистический рынок. Третий. Этот рынок не безразличен для социальной системы, рождает мещанство. И как следствие он рождает соответствующую политику, политику мещан, тридионизм, социал-демократизм или даже либерализм. И даже, пожалуй, в первую очередь либерализм. И соответствующую культуру и соответствующего человека. Вот это надо помнить. Ну и самое последнее. Начиная с 20 века, может быть даже с конца 19-го, об этом писал еще Энгельс, потом Ленин, потом писали парксисты, политэкономы. И в нашей стране, и за рубежом. Начиная с конца 19-го, 20-го века, сегодня, в широком смысле слова, рынок является, во-первых, пронизанным монополистическим регулированием, во-вторых, государственным регулированием. Без регулирования и манипулирования со стороны корпораций, без регулирования со стороны государства, сегодня рынок практически нигде не существует и не развивается. То есть внутри рынка возникает что-то, что его ограничивает и подрывает. Ленин по этому поводу, по-моему, в империализме как высшей стадии капитализма или в одной из работ этого периода написал, Рынок еще царит, конкуренция еще царит, но уже подорвана, ограничена. Вот такова правда про рынок, начиная с 20-го века. Сегодня к этому надо добавить то, что это рынок, на котором продаются товары-симулякры, а не только обычные вещи. Это рынок, на котором господствуют манипулирующие всеми остальными акторами, нами с вами, крупные корпорации и так далее. Отсюда важнейший тезис. Если мы хотим говорить о рыночном социализме, то мы должны говорить не просто о некоторых обменах или элементах конкуренции. Мы должны говорить о том, как обособленных частных, действующих на свой страх и риск производителей, включить в социалистическую систему. Или как построить социалистическую систему на базе обособленности частного труда, это атрибут рынка, частного человека, для которого характерен товарный фетишизм, который является мещанином. Давайте думать, как на этой базе построить социализм. Мой ответ – никак. Использовать это можно, построить на этой базе социализм нельзя. В чем разница? В следующем фрагменте. Еще один важный тезис. Если мы будем использовать рынок или делать рыночный социализм, мы предположим, что это все-таки возможно. Еще раз говорю, я думаю, что это нереальный или только частичный временный успех может дать. Либо нереальный проект, либо частичный успех. И потом поражение. Так вот, если мы пытаемся делать рыночный социализм, то мы реально будем делать не рыночный социализм, а капиталистический социализм. То, что рынок преобразован капиталистически. Ну и последнее, то, что я уже сказал. Надо понимать, что подрыв рынка начался уже в недрах капитализма. Я позволю себе в качестве мостика к следующему фрагменту нашего разговора образ, который я уже использовал, говоря о переходе от капитализма к социализму, о революции, реформах и всем остальном. Но, предположим, что капитализм и рынок, как его исходный пункт, это лед, а социализм, как начало коммунизма, это вода. Весной, как вы знаете, происходит таяние льда. Вот сегодняшний капитализм, это подтаявший лед. Это лед, в котором есть прогалины, лужи, может быть, какие-то даже лакуны с водой. Либерализм наступает, лакуны подмерзают, лужи исчезают, социал-демократия развивается, луж становится больше. Но в любом случае это лед, в котором есть элементы воды, лед наздреватый, отчасти уже не лед, но все же в основе лед. Социалистическая революция – это качный скачок. И дальше обратная ситуация. Вода, но в которой плавают льдины, которая подмерзает, снова тает и так далее. Это начальный этап, начало социализма, как пути к коммунизму. Вот об этом начале как раз мы и поговорим дальше. Этот образ поможет нам понять, что использование элементов рынка и развитие по социалистической, коммунистической траектории, начиная с системы, в которой будут элементы рынка и даже более того, и точнее, элементы капитализма, возможно. Но это не рыночный социализм. Почему? В следующем фрагменте. Субтитры создавал DimaTorzok